МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Что произошло? Смотрите обзор ЧП в Сургуте за последние несколько дней, которые подготовили мои коллеги и я, Дмитрий Круковец. Смертельное ДТП в Сургуте. Во вторник 29 мая на нефтьюганском шоссе Лада Приора врезалась в столб. Водитель скончался до приезда медиков. Как рассказали съемочные группы программы, что произошло, очевидцы аварии, автомобиль выехал на главную дорогу и почти сразу начал вилять из стороны в сторону. В какой-то момент шофер не справился с управлением и врезался в столб. Скорость при столкновении была небольшой. Есть предположение, что водителю стало плохо во время движения. По словам очевидцев, который за ним ехал, машина начала петлять по дороге, не снижая скорости, врезалась прямо в столб. Видимо, плохо стало уже в салоне. Вывернул человек с поворота, пошел в левой полосе. Потом его потянуло вправо, я думаю, что пьяный что ли. Потом потянуло, потянуло, все, ударился в столб. Все. Скорость высокая была? Нет, не высокая. Он только выехал с поворота, километров 40, может, 30. Только начал разгоняться. По словам очевидцев, в первые пару минут после столкновения со столбом водитель еще подавал признаки жизни. Люди опустили пострадавшему спинку сиденье, чтобы ему было удобнее дожидаться медиков. Однако реанимационная бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Погибшим оказался водитель 77-го года рождения. По словам заместителя начальника ГИБДД Сургута Евгения Духовникова о том, что мужчине стало плохо за рулем, говорит о траектории движения его автомобиля. При визуальном осмотре внешних повреждений у водителя не обнаружено. Первоначально собираем материал в любом случае по дорожно-транспортному происшествию, так как факт ДТП есть, наезд на препятствие. В дальнейшем уже после судебно-медицинской экспертизы будет известна причина смерти и, соответственно, будет квалификация данного происшествия. Добавлю, с начала года на дорогах Сургута погибли 3 человека в 120 авариях. Травмы различной степени тяжести получили 152 человека. Крупный пожар произошел в Сургуте. Вечером 29 мая вспыхнул ангар в поселке Звездном на улице Трубной 12. По некоторым данным, строение было ветхим и готовилось к демонтажу. Внутри не было ни людей, ни имущества. Что послужило причиной пожара, еще только предстоит установить. Но на ликвидацию горения и последствий ЧП у огнеборцев ушло больше часа. Пламя было достаточно сильным, а густой черный дым был виден практически из любой точки города. Тушили пожар 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Разбор ЧП ведут органы дознания МЧС России. В Белоярском полицейские раскрыли кражу. Преступники взломали металлическую дверь гаража, проникли внутрь и похитили банную печь, мотоблок и мотокосилку. В ходе разбирательства полицейские установили, что кражу имущества совершили два знакомых между собой молодых человека 25 и 26 лет. Украденное подозреваемое спрятали в своем вагончике, который находился в лесном массиве в черте города, а позже хотели перепродать. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники регионального уголовного розыска совместно с коллегами из Нижневартовска и оперативниками Казани задержали семейную пару, которая подозревается в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг. Установлено, что злоумышленники под фейковыми аккаунтами размещали объявления об арактическом сервисе. После ввели переписку с потенциальными клиентами и просили перечислить деньги на банковский счет. По условиям сделки при получении финансов девушка, якобы оказывающая услуги, должна была приехать к клиенту. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в Казани. Ими оказались 26-летние женщины и мужчины. При обыске их квартиры оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и тетради с записями. Известно, что заработанные деньги подозреваемые тратили на покупку дорогостоящих гаджетов и драгоценностей. Жертвами злоумышленников стали пять жителей Нижневартовска. По имеющейся информации, от их действий пострадали и жители других регионов. Спасибо. Спасибо. В Сургуте заработал народный патруль. Это общественное движение волонтеров. Добровольцы ведут борьбу против нелегальной продажи рецептурных медикаментов без документов от врача, которые вызывают психотропный эффект. Сейчас, по словам членов этой организации, в нашем городе работает 8 черных аптек. Какие методы избрали активисты и есть ли эффект? Об этом Дарья Давыдова. Идея создания народного патруля возникла, когда пришло понимание, что контрольные закупки в аптеках не работают. А это единственный на сегодня законный метод выявления правонарушений. Механизм прост. Молодые люди заходят и оповещают провизора о том, что за аптекой следят. Добрый день. Народный патруль. Сегодня дежурим у вас. Говорят, тут торгуют запрещенными медикаментами. Будем следить. Имейте в виду. Да, если продажи будут, мы будем вызывать полицию. Мы заходим в аптеку. Недавно проезжали по каждым аптекам и предупреждали фармацевтов о том, что мы сегодня ведем наблюдение. По нашим данным, в эту ночь продажи не было. Сейчас законодатели разбираются, почему пробуксовывает исполнение закона, почему у аптек не отзывают лицензии, а карают всего лишь штрафом. Это максимум 50 тысяч рублей. Впрочем, по данным общественников, даже не дневная выручка такой аптеки. Насколько нам известно, где-то около 500 тысяч в день они зарабатывают на таких препаратах. Налоги платить не надо, туда не надо, то не надо. Кому-то надо заплатить, прикрыть. Такие вот моменты. Общественники признаются, что за всеми аптеками уследить тяжело, пока мало людей. Поэтому волонтерам в патруле рады. Цель не дать развиться медицинской наркомании до масштабов эпидемии. По данным активистов, основная категория потребителей – это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Последствия бесконтрольного употребления лекарственных препаратов катастрофичны. В принципе, последствия разрушения организма одни и те же. То есть, у организма одни и те же органы чистят нашу кровь, восстанавливают наш организм. Поэтому и препараты воздействуют, в принципе, на одни и те же органы. Ну, единственное, что если синтетический наркотик более разрушал не физическое тело человека, а разум, понимание человека к жизни, то эти наркотики начали и физически разрушать, и внутренне, ментально. Общественники пишут письма в прокуратуру, главе города, губернатору, президенту страны. В апреле отправлены четыре обращения в Росздравнадзор. Он должен контролировать продажу медикаментов, но ответа нет. В Сургуте, по данным общественников, восемь черных аптек. По словам молодых людей, ситуация доходит до крайней точки. Есть информация, что мода на лекарственные наркотики уже появилась в некоторых школах. 31 мая в полиции отметили день подразделений по делам несовершеннолетних. Они появились в системе МВД 82 года назад. Сегодня в составе Сургутского управления внутренних дел работают 36 инспекторов. Все они являются стражами порядка, а помимо этого педагогами и психологами. Ежедневно проделывают огромный объем работы. В 2018-м наблюдается снижение подростковой преступности. Если в прошлом году за 4 месяца были зафиксированы 39 фактов нарушения закона, то в году этом меньше 23. На учете в отделе состоят 258 несовершеннолетних и 150 неблагополучных семей. А фактически вся работа инспекторов направлена на перевоспитание подростков. Зависит и от менталитета, и от воспитания семьи. И в той среде, где ребенок рос и вырос, чему он научился. И когда он к нам попадает, уже ему 15, 16, 17 лет, достаточно сложно. Но у нас есть очень много несовершеннолетних, которые у нас встали на путь исправления, которые справились, на которых мы сейчас просто встречаются, они нам уже взрослыми, у которых уже семьи, дети. То есть процент достаточно большой. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»